Салям алейкум асхаби. Здравствуйте, друзья мои. Адерс, адерс, аша, адерс 10. Начинаем проходить спряжение глаголов в настоящем времени. И вот что я хочу вам сказать, мои друзья. Прежде чем мы будем спрягать глаголы, вы должны обязательно изучить личные местоимения. И к ним приставки. Что это за личные местоимения? Я, она, ты к мужчине, инта, ты к женщине, инти, вы множественное число, инту. Мы, ихна, он, гова, она, гэя, они, гом. Значит, что это будет означать? Она, инта, инти, инту, ихна, гова, гэя, гом. А вот какие приставки к ним будут представлены. Ба, видите, вот к я. Би-те к ты, к мужчине. Би-те тоже ты, к женщине. Би-те тоже к вы. Множественное число. Дальше идёт мы. Помните, только ихна. На этом звучит. Значит, будет бине прибавляется. Он, хова, би-е. Она тоже будет би-те. Как выше перечислено би-те. И они, би-е. Запомните. Он и они, к ним будет приставляться приставка би-е. Би-е, видите, буква б и и. Ну, например, возьму я. Сейчас мы на этом уроке склонять не будем. Глаголы будут на следующем уроке. Вы должны обязательно это вызубрить. Ну, приблизительно, допустим. Как будет кушать? Е-куль. Ну, вы знаете, это неопределённая форма глагола. Первое е убирается. Можно сказать и-куль. Кто е, кто и. Это одно и то же будет. Коля остаётся, да? Допустим, а я кушаю в настоящем времени. Ана. Вот она, Ана. Ана. Что я делаю? Ба-куль. Она, ба-куль. Ты кушаешь, мужчина. Инта би-ти-куль. И пойдёт дальше. Вот здесь вот. Вы сами здесь прочитаете. Мы ещё в отрицание не идём. Просто запомните, когда отрицание будем, это самое спрягает, то вы просто запомните, что вот эти все приставки, они там же остаются. И ещё. Местоимение будет переводиться как домир. Есть такое выражение. Мафиш домир. Нет совести. Просто изучайте заодно. Потом бедун домир. Бессовестный. Значит, без совести. Бедун домир. Мафиш домир. Нет совести. То есть нет местоимения, получается. Ну, пока ещё кран. Мафиш домир.